С наступлением теплых весенних дней ситуация на дорогах Даугуплса и Даугуплского края ухудшилась. Всему виной водители, которые позволили себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Так, на прошлой неделе сотрудниками дорожной полиции было зарегистрировано 58 таких случаев. Такие случаи были зафиксированы и на территории Латгальского региона, но один я бы хотела особо выделить, потому что некий мужчина 95-го года рождения управлял транспортным средством БМВ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 1,74 промилле. Наши сотрудники задержали этого правонарушителя. Сначала они заметили просто подозрительное транспортное средство. Оно было остановлено для классической проверки документов. Когда проверялись документы, сотрудники полиции почувствовали, что от водителя пахнет алкогольными напитками. Также на месте был замерен уровень нахождения алкоголя в его крови. Для того, чтобы не был составлен протокол о административном правонарушении, мужчина пытался предложить работникам полиции взятку. В результате в отношении него был составлен протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также был начат уголовный процесс по факту дачи взятки должностному лицу. Хотелось бы напомнить в очередной раз нашим жителям, что это довольно-таки серьезное правонарушение. Исходя из норм уголовного закона, этому человеку на данном этапе грозит до 5 лет лишения свободы. Совершением еще одного преступления запомнится прошлая неделя стражам порядка. Речь идет о задержании автобора. Даугов пился в конце недели. К нам позвонил мужчина, который сказал, что фактически на его глазах была угнана его машина марки «Фольксваген». Эта информация была передана всем патрулирующим машинам. И буквально через несколько минут один из сотрудников, который на данный момент направлялся на место службы, проинформировал о том, что он заметил это транспортное средство, начал его преследование. Преследование продолжалось за городом, потом перешло на микрорайон Крыжи. И в какой-то момент водитель угнанной машины остановился, выбежал из своего транспортного средства. И фактически через 300 метров наш работник его догнал и задержал. Следует отметить, что этот преступник неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и был суден за аналогичные деяния. В настоящее время в отношении него начат уголовный процесс, а автомобиль был возвращен его законному владельцу. На сей раз в водку новостей попала и Лудза. Ксения Белова сообщила, что группой злоумышленников были и нанесены повреждения целому ряду автомобилей. И украдены из них ценные вещи их владельцев. 18 транспортным средствам на территории города Лудза был нанесен урон. Продолжая расследование этого инцидента, буквально 5 марта Лудзинский участок полиции вместе с Прельским участком полиции в Прелях задержала группу лиц. Мужчины 99 года рождения и 2001 года рождения по подозрению в совершении данных деяний. Стоит отметить, что оба мужчины уже попадали в наше поле зрения. На данный момент им грозит уголовная ответственность. И также в ходе расследования выяснились обстоятельства еще двух других краж, которые были ранее совершены на территории города Лудзы. Это кражи мобильного телефона и кражи с некой автозаправочной станцией. На прошлой неделе стражи порядка также провели целый ряд оперативных мероприятий по изъятию нелегальных акцизных товаров. В частности, в Ливанском крае было конфисковано 80 тысяч сигарет. Аналогичная операция была проведена и в Лудзе.